Чёрное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее – через пролив Дарданеллы с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Чёрного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией. Площадь Чёрного моря – 422 тысячи километров квадратных. Очертания Чёрного моря напоминают овал с наибольшей осью около 1150 километров. Наибольшая протяжённость моря с севера на юг – 580 километров. Наибольшая глубина – 2210 метров, средняя – 1240 метров. Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. Характерной особенностью Чёрного моря является полное, за исключением ряда анаэробных бактерий, отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров за счёт насыщенности глубинных слоёв воды сероводородом. Чёрное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших курортных регионов Евразии. Древнегреческое название моря – Понт-Аксинский или Негостеприимное море. Предполагается, что такое название море получило из-за трудностей с навигацией, а также диких враждебных племён, населявших его берега. Позднее, после удачного освоения берегов греческими колонистами, море стало называться Понтом-Эксинским или Гостеприимное море. Современное название Чёрное море нашло своё соответствующее отображение в большинстве языков. Самые ранние источники, упоминающие это название, относятся к XII веку, однако есть определённые признаки того, что оно использовалось и ранее. Существует целый ряд гипотез относительно причин возникновения такого названия. Турки и другие завоеватели, пытавшиеся покорить население побережья моря, встречали яростный отпор со стороны черкесов, адыгов и других племён, за что и прозвали море Караденгис – чёрным, негостеприимным. Другой причиной, по мнению ряда исследователей, может быть тот факт, что во время штормов вода в море сильно темнеет. Впрочем, штормы в Чёрном море не слишком часты, а темнеет вода во время бурь во всех морях Земли. Ещё одна гипотеза происхождения названия основывается на том, что металлические предметы, например, якоря, опущенные в воду моря глубже 150 метров на длительное время, покрывались налётом чёрного цвета благодаря действию сероводорода. Берега Чёрного моря изрезаны мало и, в основном, в северной его части. Единственный крупный полуостров – Крымский. На севере и северо-западе при впадении рек разливаются лиманы. Общая длина береговой линии – 3400 км. На западе и северо-западе берега низменные, местами обрывистые, в Крыму – в основном низменные, за исключением южных гористых берегов. На восточном и южном берегах к морю вплотную подступают отроги Кавказских и Понтийских гор. Островов в Чёрном море мало. Крупнейшие – Березань и Змеиный, оба площадью менее 1 км2. В Чёрное море впадают следующие крупнейшие реки Дунай, Днепр, Днестр, а также более мелкие Мзымта, Бзыпь, Рионе, Кодор, Ингури, Чарох, Кызыл-Ирмак, Эшли-Ирмак, Сакария, Южный Бук. Чёрное море заполняет изолированную впадину, расположенную между Юго-Восточной Европой и полуостровом Малая Азия. Эта впадина образовалась в эпоху Миоцена, в процессе активного горообразования, разделившего древний океан Тетис на несколько отдельных водоёмов, из которых впоследствии, кроме Чёрного моря, образовались Азовское, Аральское и Каспийское моря. Одна из гипотез возникновения Чёрного моря гласит, что 7500 лет назад оно представляло из себя самое глубокое на Земле пресноводное озеро, уровень был ниже современного на 100 с лишним метров. По окончании ледникового периода уровень мирового океана поднялся, и Босфорский перешейк был прорван. Были затоплены в общей сложности 100 тысяч километров квадратных. Затопление этих обширных земель, возможно, стало прообразом мифа о всемирном потопе. Возникновение Чёрного моря, согласно данной гипотезе, предположительно сопровождалось массовой гибелью всего пресноводного живого мира озера, продукт разложения которых, сероводород, достигает высоких концентраций на дне моря. Черноморская впадина состоит из двух частей, западной и восточной, разделённых поднятием, являющимся естественным продолжением Крымского полуострова. Северо-западная часть моря характеризуется относительно широкой шельфовой полосой. Южное побережье и восточное носят более крутой характер, полоса шельфа не превышает 20 километров, и изрезано целым рядом каньонов и впадин. Глубины у берегов Крым и Черноморского побережья Кавказа увеличиваются крайне быстро, достигая отметок свыше 500 метров уже в нескольких километрах от береговой черты. Максимальной глубины – 2210 метров – море достигает в центральной части, к югу от Ялты. В составе горных пород, складывающих дно моря, в прибрежной зоне преобладают грубообломочные отложения – галька, гравий, песок. С удалением от берега их сменяют мелкозернистые пески и оливриты. В северо-западной части Черного моря широко распространены ракушечники для склона и ложа морской впадины обычной пелитовой ил. Среди основных полезных ископаемых, залежи которых имеются на дне моря – нефть и природный газ на северо-западном шельфе, прибрежные россыпи титаномагнититовых песков. Черное море является крупнейшим в мире мерамектическим водоемом. Некоторые исследования последних лет позволяют говорить о Черном море как о гигантском резервуаре не только сероводорода, но и метана, выделяемого скорее всего также в процессе деятельности микроорганизмов, а также со дна моря. Величина осадков, поступления из Азовского моря и речного стока превышает величину испарения с поверхности, вследствие чего уровень Черного моря превышает уровень мраморного. Благодаря этому формируется верхнее течение, направленное из Черного моря через пролив Босфор. Нижнее течение, наблюдаемое в более низких слоях воды, выражено менее сильно и направлено через Босфор в обратном направлении. Взаимодействие данных течений дополнительно поддерживает вертикальную стратификацию моря, а также используется рыбой для миграции между морями. Следует отметить тот факт, что вследствие затруднённого обмена водой с Атлантическим океаном в Черном море практически не бывает приливов и отливов. Циркуляция вод в море охватывает только поверхностный слой воды. Данный слой воды имеет солёность около 18 промилле и насыщен кислородом и иными элементами, необходимыми для деятельности живых организмов. Эти слои в Черном море подвержены круговой циркуляции в антициклонической направленности по всему периметру водоёма. Одновременно в западной и восточной частях моря существуют циркуляции воды в циклоническом направлении. Температура поверхностных слоёв воды в зависимости от времени года колеблется от 8 до 30 градусов по Цельсию. Нижний слой вследствие насыщенности сероводородом не содержит живых организмов, за исключением ряда анаэробных серных бактерий. Климат Черного моря в связи с его среднеконтинентальным положением в основном континентальный. Лишь южный берег Крым и Черноморское побережье Кавказа защищены горами от холодных северных ветров и вследствие этого имеют мягкий средиземноморский климат. Значительное влияние на погоду над Черным морем оказывает Атлантический океан, над которым зарождается большая часть циклонов, приносящих на море плохую погоду и бури. На северно-восточном побережье моря, особенно в районе Новороссийска, невысокие горы не являются преградой для холодных северных воздушных масс, которые, переваливаясь через них, обуславливают сильный холодный ветер. Юго-западными ветрами обычно в Черноморский регион приносятся тёплые и достаточно влажные средиземноморские воздушные массы. Как итог, для большей части территории моря характерна тёплая влажная зима и жаркое сухое лето. Средняя температура января в северной части Черного моря минус 3 градуса по Цельсию, но может опускаться и до минус 30 градусов. На территориях, прилегающих к южному берегу Крым и побережью Кавказа, зима гораздо мягче, температура редко опускается ниже нуля градусов. Снег, тем не менее, периодически выпадает во всех районах моря. Средняя температура июля на севере моря 22-23 градуса. Максимальные температуры не столь высоки благодаря смягчающему действию водного резервуара и обычно не превышают 35 градусов. Наибольшее количество осадков в Черноморском регионе выпадает на побережье Кавказа до 1500 мм в год, наименьшее – в северо-западной части моря – около 500 мм в год. Воды Черного моря, как правило, не подвержены замерзанию, за исключением прибрежной части на севере водоёма. Прибрежные воды в этих местах замерзают до месяца и больше, лимана и гирла рек – до двух-трёх месяцев. Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зелёных, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланктона Черного моря не менее 600 видов. Фауна Черного моря заметно беднее, чем Средиземного. В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных. Для сравнения, в Средиземном – около 9 тысяч видов. Среди основных причин относительной бедности животного мира моря – широкий диапазон солёности и воды, умеренно холодная вода, наличие сероводорода на больших глубинах. В связи с этим Черное море подходит для обитания достаточно неприхотливых видов, на всех стадиях развития которых не требуются большие глубины. На дне Черного моря обитают мидии, устрицы, пектен, а также моллюск-хищник рапана, занесённый кораблями с Дальнего Востока. В расщелинах прибрежных скал и среди камней живут многочисленные крабы, имеются креветки, встречаются различные виды медуз. Среди рыб, водящихся в Черном море, различные виды бычков – азовская хамса, черноморская хамса, акула-катран, камбала-глосса, кефаль пяти видов, луфарь, хек, морской ёрш, барабуля, пикша, скумбрия, ставрида, черноморско-азовская сельдь, черноморско-азовская тюлька и другие. Встречаются осетровые, белуга, севрюга, черноморско-азовский и атлантические осетры. Среди опасных рыб Черного моря – морской дракончик, черноморская и заметная скорпены, скат-хвостокол с ядовитыми шипами на хвосте. Из птиц распространены чайки, буревестники, утки-нырки, бакланы и ряд других видов. Млекопитающие представлены в Черном море двумя видами дельфинов – азово-черноморской обыкновенной морской свиньёй, а также белобрюхим тюленем. Некоторые виды животных, не обитающие в Черном море, зачастую заносятся в него через проливы Босфор и Дарданеллы течением либо приплывают самостоятельно. Начало систематическим научным исследованием Черного моря положили два события конца XIX века – изучение босфорских течений и проведение двух океанографических глубиномерных экспедиций. С 1871 года в Севастополе действует биологическая станция, ныне Институт биологии Южных морей, занимавшаяся систематическими исследованиями живого мира Черного моря. В конце XIX века экспедиция под руководством Шпиндлера открыла насыщение глубинных слоёв моря сероводородом. Позднее участник экспедиции, известный русский химик Зелинский, дал объяснение этому явлению. Изучение Черного моря продолжилось и после Октябрьской революции 1917 года. В 1919 году в Керчи организуется их теологическая станция, позднее преобразована в Азово-Черноморский институт рыбного хозяйства и океанографии, сейчас Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии. В 1929 году в Крыму, в Коцевеле, открывается морская гидрофизическая станция. В России основной научно-исследовательской организацией, ведущей изучение Черного моря, является Южное отделение Института океанологии РАН и ряд других. Велико транспортное значение Черного моря для экономики государств, омываемых этим водоёмом. Существенный объём морских перевозок составляют рейсы танкеров, обеспечивающих экспорт нефти и нефтепродуктов из портов России и портов Грузии. Впрочем, объёмы вывоза углеводородов существенно сдерживаются ограниченной пропускной способностью проливов Босфор и Дарданеллы. В Ильичёвске создан крупнейший нефтетерминал по приёму нефти в рамках нефтепровода Одесса – Броды. Также существует проект строительства нефтепровода Бургас – Александруполис в обход Черноморских проливов. Нефтетерминалы Новороссийска способны принимать супертанкеры. Помимо нефти и продуктов её переработки, из российских и украинских портов Чёрного моря вывозятся метай, минеральные удобрения, машины и оборудование, лес, пиломатериалы, зерно. Основные объёмы ввоза в Черноморские порты России и Украины приходятся на потребительские товары, продукты питания, ряд сырьевых товаров и другие. В Черноморском бассейне широко развиты контейнерные перевозки, существуют крупные контейнерные терминалы. Развиваются перевозки с помощью Лихтеров, работают железнодорожные паромные переправы Ильичёвск-Варна и Ильичёвск-Батуми. Развиты в Черном море и морские пассажирские перевозки. Черноморские порты являются конечными пунктами ряда паневропейских транспортных коридоров. По реке Дон, впадающей в Азовское море, проходит речной водный путь, соединяющий Черное море с Каспийским, Балтийским и Белым морями. Река Дунай через систему каналов соединена с Северным морем. По дну Черного моря, проложен уникальный глубоководный газопровод «Голубой поток», соединяющий Россию и Турцию. Длина подводной части газопровода – 396 километров. Существуют планы расширения мощности газопровода путём прокладки дополнительной ветви трубы. Промысловые значения в Черном море имеют следующие виды рыб – кефаль, анчоус, скумбрия, ставрида, судак, лещ, осетровые, сельди. В последние годы 20-го – начале 21-го века рыбный промысел значительно сократился вследствие перевылова рыбы и ухудшения экологического состояния моря. Значительную проблему представляют также запрещенное донное троллинии и браконьерство, особенно в отношении осетровых. Благоприятные климатические условия в Причерноморье обуславливают его развитие как важного курортного региона. К крупнейшим курортным районам на Черном море относят Южный берег Крым, Черноморское побережье Кавказа, Питсунда, Гагра и Батуми, Золотые пески и Солнечный берег в Болгарии, Мамая, Эфории. Черноморское побережье Кавказа является основным курортным регионом Российской Федерации. На Российском побережье Черного моря насчитывается свыше тысячи пансионатов, санаториев и отелей, и их число постоянно растёт. Естественным продолжением российского Черноморского побережья является побережье Абхазии, важнейшие курорты которой Гагра и Питсунда были популярны ещё в советское время. Развитие курортной индустрии на Черноморском побережье Кавказа сдерживается относительно коротким сезоном, экологическими, транспортными проблемами. Побережье Чёрного моря и бассейн рек, впадающих в него, являются районами с высоким антропогенным воздействием, плотно заселёнными человеком ещё с античных времён. Экологическое состояние Чёрного моря в целом неблагоприятное. Среди основных факторов, нарушающих равновесие в экологической системе моря следует выделить. Сильное загрязнение впадающих в море рек, особенно с токами с полей, содержащими минеральные удобрения, в особенности нитраты и фосфаты. Это влечёт за собой переудобрение вод моря, а как следствие, бурный рост фитопланктона, уменьшение прозрачности вод, гибель многоклеточных водорослей. Загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами. Как следствие, это приводит к гибели морских животных, попавших в нефтяные пятна, а также загрязнению атмосферы за счёт испарения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Загрязнение вод моря отходами человеческой жизнедеятельности, сброска неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Массовый вылов рыбы. Запрещённое, но повсеместно используемое донное тролление, уничтожающее донные биоцинозы. Изменение состава, уменьшение количества особей и мутация водного мира под воздействием антропогенных факторов. По мнению ряда специалистов, экологическое состояние Чёрного моря за последние десятилетия ухудшилось, несмотря на снижение экономической активности в ряде причерноморских стран. Для охраны окружающей среды в районе Чёрного моря в 1998 году было принято соглашение ЭКОБЭМС, где одним из основных вопросов стоит охрана дельфинов и китов. Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Чёрного моря, является Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 году в Бухаресты. Также в июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Украины и Европейского союза в Софии была подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. Как результат указанных соглашений были созданы Черноморская комиссия и Международная комиссия по охране реки Дунай. Данные органы выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций. Ежегодно 31 октября во всех странах Черноморского региона отмечается Международный день Черного моря.